Приветствую всех, кто к нам присоединился, всех, кто будет смотреть в записи. И сегодня мы продолжаем разговор о библиографических ссылках, но будем упоминать и про библиографические описания тоже, так как мы сегодня будем говорить о не столько медийных ресурсах, сколько мультимедийных ресурсах, образцов и примеров, для которых в ГОСТах может не быть. Поэтому вот мы решили сегодня к ним обратиться. Сейчас возьму указку. И у нас с вами сегодня четыре таких вопроса. Первый небольшой. Еще раз вспомним важное, что нам необходимо сегодня для нашей темы. Про нормативное обеспечение и терминологию. Во втором вопросе мы посмотрим основные элементы, с которыми мы тоже можем сталкиваться. Они, скорее, не относятся в чистом виде к мультимедиа ресурсам, но единого взгляда на этот вопрос сейчас не существует. Иногда и просто видеоролик называют мультимедиа ресурсом. Ну вот поэтому мы этот вопрос тоже сегодня захватим и рассмотрим. Хотя специалисты по контенту, по мультимедиа контенту, говорят, что нет видеоресурс, видеоролик – это не мультимедиа ресурс. И в чем-то они правы, обосновывают это логически. Другие говорят, нет, это мультимедиа ресурс. То есть взгляды могут быть разные. Мы сейчас в эти вопросы углубляться не будем, но мы эти примеры все-таки тоже рассмотрим. На ролике мы сейчас тоже очень часто можем давать ссылки и включать их в список своих источников, если это разрешено, конечно, методическими рекомендациями и какими-то правилами по оформлению работ. Поэтому без этих примеров мы не обойдемся. Тем более, что они очень часто являются такой составной частью именно мультимедиа ресурса. В третьем вопросе мы посмотрим вот эти три примера про интерактивные учебники, онлайн-курсы и мультимедийные подкасты. И, наконец, четвертый вопрос тоже, то, что сейчас стало появляться, это ссылки на сообщения и комментарии в социальных сетях различных. Вот как можно ли это как-то оформить. Ну, вопрос в «Нужно ли?» оставим его за кадром, будем считать, что нужно и разрешено. Тогда мы посмотрим, как это можно сделать. И первый вопрос, с чего мы сегодня начнем, это нормативное обеспечение и терминология. То есть какими ГОСТами пользуемся, когда у нас встает необходимость описать эти виды ресурсов и что под ними подразумевается. Ольга Дмитриева, сегодня не будет, я уже говорила, что это как бы кусочек из нашего курса, поэтому курсовые презентации не отдаем, отдаются только участникам курса в полном виде, поэтому если что-то нужно, то можно скриншот сделать или потом просто в записи можно будет пересмотреть. И первый наш вопрос – это про ГОСТы. Вот эти три ГОСТы, о которых мы уже ранее с вами говорили, ГОСТы, которые нам понадобятся, по библиографическим описаниям новый ГОСТ, национальный стандарт наш 2008 года, но я сокращать название буду просто по годам говорить, 2018 – это библиографическая запись, библиографическое описание, 2008 – это библиографическая ссылка, и 2003 – тоже библиографическая запись и описание, это для стран ближайшего зарубежья, потому что ГОСТ-18 новый, он действует только на территории Российской Федерации для организаций, которые находятся, и авторов, которые находятся на территории РФ. Поэтому для стран ближнего зарубежья И вот все осталось по-прежнему, ГОСТ-2003, но мы будем смотреть уже с изменениями 2018. Вообще с ГОСТами ситуация неоднозначная. У нас идет такая смена ГОСТов, вот один мы уже поменяли, вместо 2003 у нас был 2018. Ну и сейчас мы в такой опять период межгостя попадаем, потому что ГОСТ, библиографическая запись и библиографическое описание электронных ресурсов в качестве стандарта прекращено в начале этого года. Новый взамен пока еще не введен. Он существует, да, ну вот даже можно посмотреть на сайте консорциума кодекса. Он у нас, действие его прекращено. Ну, к тексту можно обратиться, можно его скачать. А вот вместо него планируется принять проект нового ГОСТа. Библиографическая ссылка на электронные документы, размещенную в информационно-телекоммуникационных сетях. Он сейчас существует в виде действующего проекта, но обратите внимание, не подлежит применению, носит информационный характер. То есть ссылки на него мы еще давать не можем. Но, в принципе, какие-то моменты, которые есть в этом ГОСТе, позаимствовать можно. И в пояснениях самого консорциума кодекса, которое давалось по применению различных ГОСТов, в общем-то, там было написано, что да, это допустимый вариант. Но ссылки в своих методических рекомендациях, например, мы на этот ГОСТ давать не можем. Оформлять согласно ГОСТу, вот сюда мы еще ссылаться пока не имеем права. Он доступен, текст доступен для тех, кто еще не скачал. Можно скачать в двух форматах, но для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Регистрация очень быстрая, поэтому можно, да, скан-версия в виде картинки в PDF-формате, спокойно оттуда можно зарегистрироваться и быстро скачать, чтобы он был у нас под рукой. Там содержится много моментов, которые мы можем позаимствовать уже для своих описаний, и сегодня мы на них тоже посмотрим, потому что наши примеры, которые будут приводиться, они как раз составлены с учетом и этого ГОСТа тоже, будущего проекта. Что говорят нам ГОСТы о терминах? Что относится к мультимедийным ресурсам? В ГОСТе 2018, вот пункт 337, дано определение мультимедийного ресурса, что это электронный ресурс, содержащий информацию различной природы, текстовую, графическую, звуковую и так далее. То есть по-разному представлена информация в этом ресурсе. Вот именно поэтому иногда говорят, что видеоролик – это мультимедийный ресурс, но там же есть и изображение, там же есть и звук, и даже текст, вот как у нас сейчас на слайде, выведен текст. Другие специалисты, мультимедийщики, контентщики говорят, нет, ролик сам по себе – это как видеоконтент, а вот текст, размещенный на сайте отдельно, и звуковая дорожка, например, размещена отдельно, или презентация, загруженная картинками, или файлом отдельно, вот это все вместе, то, что мы видим чаще всего в онлайн-курсах, вот это и есть мультимедийный ресурс или мультимедийный учебник. И там и там есть доля правды. Ну, будем договариваться, договоримся о том, что под мультимедийным ресурсом мы будем понимать, ну, так проведем аналогию, да, вот как в онлайн-курсе. А видеоролик будем рассматривать как отдельный электронный ресурс, видеоресурс. И в новом проекте ГОСТа по электронным, ссылкам на электронные документы, тоже в пункте 3.7, тоже дается определение мультимедийного ресурса. Это электронное издание, в котором элементы различной природы основной информации воспроизводятся взаимосвязанно при помощи определенной единой программной оболочки. Ну, затронем мы не только эти виды ресурсов, но и другие. То, что относится к понятию электронного ресурса в цифровой форме, для использования которых необходимы средства, вычислительные техники. И вот, да, вот таким вот образом. На предыдущем слайде Татьяна Артемьева, на предыдущем слайде была. Это про, вы, наверное, имеете в виду вот эту ссылочку, да, где размещен этот ГОСТ. Давайте так, я вам в конце, вы мне просто напомните, пожалуйста, или во вкладочку «Вопросы» этот вопрос, Татьяна, разместите, и я вам тогда в конце встречи повторю, там ссылки у нас, ссылка осталась в презентации, я вам тогда в конце встречи дам эту ссылку в чат, чтобы можно было посмотреть, хорошо? И идем дальше. Что нам еще понадобится сегодня вспомнить? Важные, важные особенности, которые касаются видосодержания и средств доступа. Но так как у нас цикл библиографии для небиблиографов, поэтому в тонкости мы углубляться не будем, для нас самое главное вот понять основные моменты, да. Из основных моментов, вот что у нас есть, что мы чаще всего используем. Изображение, текст, устная речь для иллюстрации различных, да, текст, понятное дело, устная речь. И для видеосюжетов, кстати, тоже используется термин изображения, как вид содержания. И устная речь – это все, что касается аудиоподкастов и аудиокниг, статей и прочего, и записей. И средства доступа чаще всего у нас используются вот эти три. Либо аудио-видео и электронные. Текст электронный. Помните, мы на предыдущих вебинарах тоже разбирали текст электронный, статья из электронного журнала, да, изображение электронное, если мы говорим о презентациях, и там в основном идут картинки. Аудио-видео добавляется тогда, когда требуется, допустим, видеоплеер или аудио какое-то средство воспроизведения звука, тоже аудиоплеер, наушники, в конце концов, да, только так мы можем услышать аудиокнигу. Но если они размещены в электронной библиотечной системе, и мы получаем к ним доступ через компьютер, то тогда смело можем писать просто электронные. Например, аудиокнига на диске, там будет устная речь аудио. Нам нужно куда-то вставить этот диск и его прослушать. Это может быть и аудиоплеер, например. А вот если мы смотрим, слушаем ту же аудиокнигу, но в виде подкаста, размещенного на сайте, то тогда мы можем написать устная речь электронную в виде содержания в самой нашей последней области. Для студентов, для школьников можно просто объяснить, что если с компьютера, то пишешь везде электронную, чтобы они не путались, где аудио, где видео. Ну, у нас нет цели их запутать, а наоборот помочь. Про термины. Термин движения на ресурсы, содержащие движущиеся изображения, например, видеозаписи, он не распространяется. Здесь мы это не пишем. Звуки – это все, что угодно, но не музыка и не речь. Изображение. Вот оно применяется для ресурсов, которые предназначены для нашего зрительного восприятия. Это может быть неподвижное или движущееся изображение. Одномерное, двухмерное, трехмерное, семимерное и какое угодно. Это могут быть различные иллюстрации, слайды, фотографии, гравюры, карты, все, что угодно. И в том числе в гости это упоминается, видеозаписи. Поэтому не удивляйтесь, если в описании или в ссылке на видеозапись у вас будет стоять изображение электронное. Все правильно, все по ГОСТу. Видеозаписи относятся тоже сюда. Термин «текст» – это для текстовых, статьи, тексты докладов, тезисов и прочее. И устная речь – это аудиокниги, записи радиопередач, устные рассказы. Все, что записано в аналоговом или цифровом форматах. Клабхаус – тоже сюда же. А вот и термин «аудио» используется, когда нужно звукопроигрывающее устройство, видео – видеопроигрывающее. Непосредственное – это когда мы взяли печатное издание ручками и почитали, листая книжку, тогда мы пишем текст непосредственно. Это значит, что мы пользовались печатной версией. И термин «электронное» – все, что получаем с помощью компьютера, доступ к этим материалам. Характеристика содержания. Иногда после, вот здесь, после вида содержания, еще в круглых скобочках дописывается характеристика содержания. Называется, ну, раскрывается как бы это понятие. Это элемент факультативный. То, что в скобках после вида содержания можно опускать. И лучше это делать, если мы говорим о составлении методических рекомендаций для школьников, для студентов, даже для магистрантов. То есть о каких-то списках к учебным письменным работам. Вот это мы можем написать, что все, что в круглых скобочках, можно опустить, чтобы не мучить, во-первых, исполнителей тех, кто будет писать, и научных руководителей, которым это все потом еще проверять. Ну, вот с этим мы можем столкнуться. Вот такая вот табличка. Вот это можно сделать скриншотом. И на предыдущих вебинарах я ее несколько раз уже давала. Кто приходил, скачивали эту табличку. Она была у нас в наших презентациях. Ну, такая вот шпаргалка. Что, когда, куда писать на разные виды ресурсов. Ну, вот оно, то, о чем я вам говорила. В круглых скобочках изображение, движущееся, двухмерное, музыка, исполнительское изображение. Вот у нас было, например, там, здесь неподвижное, двухмерное, а может быть и трехмерное, непосредственное. И вот, как правило, возникает проблема, что писать в эти скобочки, как не запутаться. Там целый раздел в гости огромный на эту тему. Поэтому для письменных студенческих работ мы вот это вот можем просто и шпаргалки убрать, и просто сказать им, что, ребята, если вам вот так попалось где-то в описании, вы копируете к себе, можете удалить. Да, это факультативный элемент, поэтому мы его можем не писать. Останется просто изображение, видео, там, видеосюжет, тоже сюда же изображение будет, там, электронный, например, ролик, который мы смотрелись в YouTube. Тогда будет изображение электронное. И вот, что нас интересует в первую очередь, это мультимедийные ресурсы. Они, как правило, включают три или более видов содержания. Там есть и конспект, написанный текстом, и есть изображение презентаций, и есть, например, вот это для мультимедийного подкаста, устная речь или видеозаписи. Да, у нас будут идти какие-то ролики, видео присутствуют. И вот здесь мы пишем, что перечисление идет через точку, и пишем электронное. Для мультимедийных ресурсов есть возможность, в ГОСТе она предусмотрена, заменять вот эту первую часть на разные виды содержания, чтобы не мучиться и не думать, а что же это за вид содержания. Вот эти два момента, они в ГОСТе изложены, и мы спокойно можем ими пользоваться. Нам дано разрешение на замену в этой области элементов, формулировок элементов. Для ресурса, содержание которого не может быть выражено ни одним из вышеперечисленных терминов, мы пишем другой вид содержания. Ну, технологии развиваются, и появляются много новых каких-то вещей, которые вот ни под одно определение, которое есть в ГОСТе, не подпадают. Или могут появиться. Тогда мы просто пишем другой вид содержания, и все, электронный. Для вида ресурса, для ресурса, у которого смешанное содержание, выражается тремя и более терминами, приводит обозначение разной виды содержания. Вот пункты этого ГОСТа, я вам прям вот эти два пункта прямо сейчас в чат скину номера. Можете прямо взять и свои методические, например, рекомендации уже включать прямо с указанием номеров, с указанием этих пунктов ГОСТа. Это по новому ГОСТу 2018. Если ресурс включает несколько видов содержания, там, текст, изображение, видео или аудиозаписи, доступных с помощью одного и того же средства, то есть помещены на одном физическом носителе или воспроизводятся с того же устройства, или воспринимаются без всяких устройств, то здесь вот такое правило. Если виды содержания равнозначные, то их отделяют точкой, вот как мы и сделали. И если один из видов содержания является преобладающим, то сначала указывают его форму, а затем менее значимые виды. Ну, обычно пишут, если их несколько, то пишут по алфавиту, но, например, у нас текста больше, поэтому мы его вынесли вперед. Можно так отступать. А если есть виды содержания, которые случайные, несущественные, минимальные, то в описании их можно не приводить. Например, книжка с картинками, или статья, которых немного, или статья, в которой используются одна, две, три схемы, но в основном это текст, то мы можем писать просто текст, так же, как мы делаем со статьями. Ну, вот для мультимедиа ресурсов есть вот такая хорошая штука. Мы можем написать просто, если видим, что у нас есть и видеоролик, и аудио, и, например, видео, есть презентации выложены, или инфографика какая-то, есть устная речь, или видеоролик, текст, и какие-то подборка инфографики. Все, мы уже можем писать, или электронные тесты. Вот если есть интерактив, взаимодействие с этим ресурсом, он тоже попадает под понятие мультимедийного ресурса, под эту категорию. То все, мы смело можем писать разные виды содержания, электронные. Вот часто это с онлайн-курсами или мультимедийными учебниками мы именно это и применяем. Ну, фух, все, с теорией покончили, теперь пойдем дальше и начнем с самого простого. Уже посмотрим по примерам, как это можно делать. Опять же, коллеги, примеры, которые здесь приводим, это не истина в последней инстанции, это именно примеры, которые можно дорабатывать, можно изменять, ну, от чего оттолкнуться хотя бы, то, чего может не быть в гости, как это можно сделать. А дальше вы можете их брать и на их основе уже под свои методические рекомендации создавать уже свои примеры. Поэтому вот таким образом, как варианты. Например, если мы берем презентацию с сайта. У нас уже был как-то такой пример, мы рассматривали на предыдущих вебинарах, но еще раз вспомним. Вот для описания. Заголовок обязательно, кто автор этого безобразия, или наоборот, прекрасного чуда. Заглавие. Обратите внимание, здесь мы пишем, перед двоетучием мы пробел не ставим, а здесь у нас перед и после двоетучием стоит пробел. Почему? Потому что так было в самом названии презентации. Это, вот это все, это заглавие, это грамматический знак, а вот это уже знак библиографический. Он отделяет сведения, относящиеся к заглавию, где мы в обязательном порядке указываем, что это презентация. Кстати, по поводу ссылок, допускается квадратные скобки не ставить. Там мы говорим, что можно, если мы берем даже сведения из непредписанного источника информации, то квадратные скобки мы можем опускать, опять же, на уровне рекомендации. Ну вот мы напишем здесь, но в описании мы ставим, если из непредписанного источника, мы сами сформулировали, что в PowerPoint выложена презентация. Дальше вот этот самый вид содержания и средства доступа у нас уходит сюда. Почему? Потому что вот эта презентация, она выложена на сайте, является частью этого сайта. Мы ее смотрим, скачать ее оттуда нельзя, она самостоятельно как бы, где-то она, конечно, существует, но в данном случае она является частью сайта. Мы ее смотрим с представленного там плеера, плеера какого-то, и вот это встроено в сайт. Поэтому мы делаем описание, как на составную часть сайта, на презентацию, как составная часть ресурса, составная часть сайта. Поэтому две косые черты, и дальше мы пошли давать данные по этому сайту. Вот так называется этот сайт. URL, сюда пишем адрес, из-за адресной строки вставляем, и дата обращения. Все. Вот мы сделали, не страшно, правда? Все уже знакомо нам. Порядок размещения элементов, следование областей, это все, что мы, начиная с октября, с вами на каждом вебинаре еще к этому обращались. Но вот это вот мы даем описание на всю презентацию целиком. А если, например, да, и здесь чего нас еще не хватает? У нас не хватает области физической характеристики. То есть объем, как посчитать. Ну, в книжках просто, в журналах тоже просто со статьями мы считаем по страницам, мы их даем. Здесь есть, если указано, если есть количество слайдов, вот, вот это 44 слайда входят в эту презентацию, она из них состоит. Вот мы вместо области физической характеристики, вместо страниц записываем количество слайдов. Есть ли они указаны, есть ли есть возможность подсчитать. Иногда выкладываются презентации так, что слайды не нумерованы, и общее количество слайдов не пишется, и невозможно вообще над ручками все считать. Ну, в этом случае просто опускайте. Иначе, да, с ума можно сойти, все это пересчитывать. Тем более, что презентация может быть не одна, а несколько, и они могут быть объединены. Например, презентации участников доклада какой-то онлайн-конференции, вот их, в общем, таким сборником выкладывают. Хорошо, если они там нумерованы. Может быть, и нет. И третий вариант. Здесь мы написали немножко по-другому, по аналогии со статьями из электронных журналов. Только вместо страницы мы указываем слайд, на который мы, например, ссылаемся и даем ссылку в нашей работе, что вот там приведен был вот такой-то рисунок или текст, или схема. И вот мы пишем, откуда мы ее взяли. Вот мы взяли ее из этой презентации, с восьмого слайда. Все. Все остальное у нас остается ровно так же. То есть сделать ссылку на презентацию, взятую с электронного ресурса, не настолько уж страшно, как может показаться на первый взгляд. Также вспоминаем, как мы делали статьи. Вот ровно так же делаем, только мы пишем, что это презентация. И вот теперь, после разогрева, можно идти уже к остальным вопросам. Описание на блоге, статья из блога, аудио, видеоресурсы и их составные части. Был у нас как-то вопрос на одном из вебинаров, а если статья взята из блога, то каким образом? Что, откуда берем? Вот самый главный вопрос, который возникает, когда мы работаем с такими ресурсами. Иногда нам придется совершить несколько переходов по страницам этого блога или сайта, потому что блог может быть встроен в какой-то сайт, является его частью. Ну, вот, например, вот здесь. У нас есть блог уважаемого профессора на сайте. Вот мы обнаружили эту статью через поисковик, там, Яндекс, Гугл, Рамблер и прочее. Мы познакомились с этой статьей и говорим, да, окей, я беру эту статью, надо бы на нее составить описание и включить ее в список, и дать ссылку. Какие данные мы можем получить вот с этой страницы? У нас есть заглавие, у нас есть дата публикации, вот она, у нас есть URL, адрес, где она находится, вот здесь не вошло в скриншот, ну, помним, да, наверху у нас пишется, мы можем отсюда взять, вот уже часть данных мы получили. У нас есть автор, но автор у нас есть только фамилии, а вообще вот здесь вот у нас вообще даже его и не указано, мы просто знаем, что мы находимся на блоге этого автора, а там указана только фамилия. Значит, нам придется совершить еще несколько переходов по сайту, чтобы дособрать необходимую нам информацию. Вот эту мы уже спокойно можем ставить в наш такой шаблон нашего описания. Переходим на главную страницу, и вот что этого блога, и вот что мы видим, да, название. Ну, это вот блог так называется. А может быть и другая ситуация, здесь тоже смотрите внимательно, это может быть сайт, на котором размещен блог. В зависимости от этого у нас по-разному и описание будет строиться. Ну, здесь это название. Блог профессора, да, инициалов у нас не хватает. Что мы делаем? Мы изучаем дальше. Есть информация об авторе. Хорошо, мы переходим туда, и вот оттуда мы уже получаем информацию, необходимую для оформления заголовка. Ну, вот в принципе мы все необходимые для нас данные и собрали. Просто когда мы работаем с такими статьями из блогов, очень важно обращать внимание сразу на две вещи. Во-первых, насколько это, да, и вот изучить данные об авторе тоже представляется целесообразным, для того, чтобы понять, а насколько мы это можем включить в свою работу, насколько это научно популярный или популярный текст, либо это действительно научная статья, которую мы с полным правом и не боясь можем процитировать и включить, потому что, ну, интернет-ресурсы могут быть разные, да, то есть такая оценка достоверности информации и вообще существует ли такой автор. Вот эти вещи, когда мы работаем с интернет-ресурсами, приходится изучать иногда, привлекая и поисковую систему, в том числе, чтобы вообще понять это, а профессор какой академии, какого университета, да, или научного или учебного заведения, вообще является ли человек авторитетом или экспертом в этой области, потому что он может писать про что угодно, ему просто интересно вести этот блог, а к научным интересам никакого отношения он может не иметь. Поэтому вот эти вещи обязательно нужно на этапе поиска просмотреть и прежде чем брать, цитировать, познакомиться и принять уже решение, включаем или не включаем. Ну, вот описание ссылок у нас может выглядеть вот таким образом. Вот мы собрали всю информацию, вот у нас идет. Сголовок мы нашли, заглавие есть, ну, мы можем написать, что это статья, можем написать статья из блога. Вот у нас вид содержания и средства доступа. Мы включаем до двух косых черточек. Если у нас составная часть ресурса, если на ресурс целиком, тогда мы их в самую последнюю очередь в самом конце дописываем. Здесь у нас составная часть ресурса. Статья с блога. А дальше мы можем указать вот так. Это название блога, ну, например, вот таким вот образом. Блог профессора Звягина, оно развитие инноваций. Или оно развитие инноваций, блог профессора Звягина. Адресную строку, да. И вот здесь мы можем написать либо дату обращения, либо как вариант дата публикации. Принято для средств массовой информации с медиаресурсами, мы тоже это можем применить. Вот эту замену. Писать дату публикации или дату создания для, например, мультимедийных подкастов. Через точку тире в этом случае. И здесь через пробел мы просто пишем дата обращения, если мы вот наш привычный способ избираем. И ссылку мы можем тоже сократить, например, написать просто блог профессора Звягина в списке источников для подтекстовой ссылки. В списке источников у нас все равно будет расширено, написано, а для ссылки можно и сократить, но мы понимаем, что вот откуда мы это взяли. URL, да, приводится, и вот здесь мы провели дату обращения. Заголовок, заглавие. Вот это можем писать. Если у нас идет массив ссылок и ссылки на электронные ресурсы, в том числе и на мультимедийные, они включаются в массив ссылок на источники на разных носителях. Или можем дать вот такой вариант. Мы с вами уже говорили, когда про ссылки на электронные ресурсы, да, мы тоже можем привести вот так. Просто адрес, электронный адрес и дату обращения написать в подстрочную, например, ссылку. Если она идет даже первичную, мы можем так дать. Если у нас все вот эти данные были уже указаны в тексте. Например, как сказал профессор А.А. Звягин в своей статье «Русская цивилизация между драконом и орлом», опубликованной в блоге профессора, название, например, блога, и дальше пошла цитата. То мы можем ссылку дать на эту цитату или заимствование косвенными своими словами. То в этом случае мы можем просто указать один адрес URL. Здесь все ровно то же самое. Это можно сделать. Ну вот, совсем не страшно и сделать описание на статью из блога. Про аудиокниги. Здесь два примера у нас приведены на слайде. Первый – это аудиокнига локального доступа. И вторая взята из ЭБС, то есть удаленного доступа, как раньше говорили, или сетевого распространения. Вместо погенации для аудио-видеоресурсов можно указывать, по-другому и не получится, мы можем указывать время звучания или воспроизведения. Вместо количества страниц в области физической характеристики или, если мы даем ссылку на какой-то фрагмент из этой аудио- или видеозаписи, мы как на статью ссылаемся. То есть там погенация у нас страниц с первой по 14, а здесь как указать, если нет страниц. Мы указываем тот же самый объем, но выраженный немножко по-другому, в количестве. Вот так можно указать. Один CD-ROM и на этом успокоится для локального ресурса. То есть один диск или там два CD-ROM. И общее время звучания 6 часов 55 минут длится эта запись. Можно указать либо так, либо так, либо и то, и другое привести. Для письменных работ, студенческих, учебных, можно вот так. Либо, если это удаленный файл, то удаленного доступа или сетевого распространения наш файл, доступа URL. Здесь никакого URL, конечно, не будет. У нас CD-ROM, какой URL. Мы указываем один файл, или там два файла, и время звучания общее. Как для многотомники. Два тома, один том и так далее. Вот это вот мы включаем. Вот таким вот образом можем на аудиоресурсы давать описание. Есть еще вариации. Формат продолжительности периода, кстати, указывается в часах, минутах и секундах. Но иногда указывается просто в часах и минутах. Секундами можно не сильно не напрягаться и не напрягать наших несчастных студентов, которым это все придется потом подсчитывать. То как будет, если аудиозапись какого-то сайта? Светлана, если аудиозапись какого-то сайта, вот по примеру ЭБС, только у нас будет здесь URL этого сайта, у нас может не быть вот этих данных, но это же как аудиокнига, она где-то расположена, у нее есть данные. Если это не аудиокнига, и там просто идет как запись, мы сейчас чуть попозже посмотрим, как это можно сделать, например, из медийного подкаста. Но можно брать за пример вот оттолкнуться от ресурса сетевого распространения. заголовок, заглавие, опояснение, что это такое, это аудиозапись, аудиозапись выступления того-то, того-то, там-то, там-то. Если есть какие-то данные, например, это запись какой-то конференции, пишем, если это аудиолекция, пишем, что это аудиолекция. Общее время звучания, если есть год, записываем, если не нашли, ну что ж поделать. Все, что есть, все записываем. Время звучания, да. Если у вас аналитическое описание, то тогда погенации, как вот здесь указывали, сейчас я вам еще один формат покажу. Вот здесь мы записываем погенации, там, например, 3.14-3.25. Там вот как бы... Куда нам отмотать по нашему... вот этому бегунку аудиозапись, откуда и докуда слушать. Тогда мы это делаем. И режим доступа. Вот здесь тоже может возникнуть. Про вебинар сейчас посмотрим. Татьяна, сейчас покажу про видеозаписи. И про вебинар у нас на прошлом... На прошлом вебинаре было то, что мы разбирали, с вами смотрели примеры записи вебинара, если мы ссылаемся на них. Можно посмотреть предыдущие записи, там эти примеры были. Но чуть-чуть мы этого тоже сейчас коснемся. Если... Куда писать режим доступа? Вот смотрите, в первом варианте у нас идет после физической характеристики, продолжительности, да, звучания, у нас идет режим доступа по подписке. И второй вариант у нас... Режим доступа пишется в конце, после уже URL, СБН. Вот мы пишем режим доступа по подписке или доступ к записи откуда-то, с какого-то сайта, или доступ по подписке. Здесь по-разному можем писать. И в конце все у нас заканчивается вот. А вот здесь мы еще, кстати, вместо аудио можем написать электронный, если у нас с компьютера доступ к этой аудиозаписи, да, и послушать ее можно так. Можно писать электронный, что мы ее вот из электронной библиотеки слушали. Эта разница оговорена в гости, мы об этом уже с вами тоже говорили, у нас это было. Зависит от того, делаем ли мы описание на ресурс из полнотекстовой базы данных или на локальный ресурс, тогда мы пишем перед URL режим доступа. А если это ресурс сетевого распространения, то тогда после URL. Вот в гости этот пункт был, и на предыдущем вебинаре мы тоже на это обращали внимание, разбирали. Поэтому не пугайтесь, если в одном месте написано так, в другом месте написано так. И даже если по-разному, да, можно даже на одну и ту же книгу в разных ЭБС найти. В одном месте вот так написано, в другом месте вот так написано. Это мы тоже с вами говорили, что если ЭБС рассматривает себя как полнотекстовая база данных, то они делают вот по этому принципу. Значит, это полнотекстовая база данных, даже если доступ по URL. Или локальный ресурс, тогда URL не будет, у нас будет обозначение сколько-то CD-ROM-ов. И тоже пишется вот здесь. Вот это вот такая маленькая штучка есть. Маленький момент, нюанс. Не пугайтесь, если в разных местах пишется, окей, пишем так, как приведено. Ставим туда режим доступа до или после, вот как в библиографическом описании. Например, в той же ЭБС мы же заимствуем оттуда библиографические описания, только слегка их потом переделываем под свои требования. Вот не пугайтесь, с этим можно столкнуться. Библиографическая запись и ссылка. Какой еще может быть вариант? Вот в проекте Нового Госта еще предлагается один вариант мы с вами рассмотрели, как в действующем ГОСТе мы пишем время звучания просто в круглых скобках. А вот в проекте Нового Госта предлагается вот такой вариант. Писать время звучания без здесь каких-либо знаков, просто через пробел. Общее время, вот это общее время звучания, сколько часов и минут длится. А вот вам погенация. Это время звучания или время воспроизведения. И то, и другое можно использовать. Для аудиоресурсов чаще используется время звучания, для видео чаще рекомендуется по новому проекту Госта время воспроизведения. И вот мы здесь у нас аудиоресурс, поэтому мы пишем время звучания. Это общее время звучания. А вот так будет отсылка на конкретный фрагмент. Для ссылок на вебинары, на записи вебинаров то же самое можно использовать. Например, мы отсылаем к какому-то фрагменту, тогда мы его даем вот так погенацией. Вот это мы откручиваем на линии прокрутки на 3.22, включаем «Послушать» и в 4.17 можем нажать на паузу. Все, фрагмент завершился. Вот эта область указывает что для аудио, что для видеоресурсов ровно таким же образом. И вот ссылки мы можем дать, вот сократив, оставив только самое необходимое для идентификации, что это есть заголовок, есть название, есть основное заглавие. Да, у нас были данные, место, там, издательство, год. Можно оставить вообще место и год, время звучания, но обязательно у нас будет URL. И вот эти вот вещи мы в первичную ссылку, первичная ссылка на самое полное, поэтому по максимуму сюда приводим. Ну и оставляем просто URL, если все остальные данные у нас уже были приведены в самом тексте. И вот ссылка на составную часть ресурса из романа. Мы ссылаемся только вот на эту главу, указываем то время, когда она звучит, и вот ее надо послушать. Вот мы указали сюда, на фрагмент. Дали ссылку на фрагмент. Видеозапись телепередачи. Вот теперь к нашим видеосюжетам. По. Мы можем столкнуться в видеозапись, например, вебинара на YouTube, или видеозапись какой-то конференции, а могут быть у нас еще и видеозаписи телепередач. Тоже очень часто может использоваться в студенческих письменных работах, особенно если это является предметом, да, само исследование. Тогда мы тоже анализ каких-то там различных новостных сюжетов или телепередач, и нужно на них обязательно, конечно же, сослаться и оформить ссылку. Будут они включаться в список источников, это другой вопрос. Иногда делают дополнительный список источников, являющихся предметом исследования, да, и его отдельно в работу включают. Но это уже такие нюансы специфические разных учебных заведений, да. А иногда говорят, нет, все включайте в общий список. Ну, хорошо, будем включать в общий список. В любом случае нам либо описание, либо ссылку, а уж ссылку-то обязательно нам придется на них делать. Что, и опять, схема та же самая, структура та же самая остается. Вопрос только, откуда самый большой страх, откуда чего взять, вот я открываю YouTube, а что здесь, откуда чего брать, например, видеозапись YouTube, да. Что взять с сайта? Вот здесь прямо выделили, на что обращать внимание, что, откуда нужно брать вот эти основные моменты. Светлана Булыгина, сейчас, коллеги, отвлекусь, не могу. Вопрос, если новый ГОСТ еще не утвержден, можно ли им пользоваться при оформлении ссылок? Значит, смотрите, какие-то элементы и моменты, вот как мы делали вот здесь, например, записать вот так время звучания, или в круглых скобочках, как сейчас по действующему ГОСТу указано, либо время звучания или время воспроизведения мы запишем вот так, или просто поставим в круглые скобочки без вот этих слов, да. Мы... Это можно сделать. Мы берем просто элемент записи. Но чего нельзя делать точно, пока он не введен в обращение, в действие, мы не можем в своих методических рекомендациях, которые являются таким локальным актом, да, для выполнения и оформления работ, или в требованиях, которые на сайтах научных издательств публикуются, требования к оформлению, мы не можем на него ссылаться, мы не можем давать отсылку. Как мы делаем на действующий ГОСТ? Оформление заголовка, или там оформление структуры чего-то, или оформление данной области в соответствии с пунктами, или оформлением многотомных изданий в соответствии с разделом 6, или там разделом 7, да, ГОСТа, и даем ссылку на этот ГОСТ. Вот этого мы делать не можем, да, вот этого нельзя делать. но и полностью пользоваться в целиком и полностью в каких-то моментах мы не можем. Да, вот полностью взять описание и в качестве образца из проекта поставить свои образцы своих требований, например, на сайт университета. Вот это пока еще нельзя сделать, потому что окончательная как бы экспертиза и утверждение, они еще проходят, вот когда примут, тогда да. Но пользоваться отдельными моментами, оттуда не противоречащие, а здесь не противоречит основным правилам действующих ГОСТов, в принципе, можно. Есть пояснение, в нашей группе, наверное, я вам выложу эту ссылку, найду, пояснение от самого консорциума кодекс, что это допустимо в некоторых ситуациях. Но там касались объяснения производственных и промышленных компаний и организаций, что можно даже старыми ГОСТами пользоваться. Но мы под эти кейсы не подпадаем. В принципе, у нас нет таких ни заказчиков, ни контрактов, ни каких-то серьезных таких ситуаций технологических, требующих там переналадки производства и прочее. Поэтому мы более легко можем переходить на новые ГОСТы, но то, что существует и дается нам в качестве информационного ознакомления из проекта, отдельный элемент, который нам кажется уместным, и мы можем их использовать, мы можем их позаимствовать. Но ссылаться официально на них мы не можем. Тем более мы говорим о тех примерах, которых может не быть в действующих ГОСТах. То есть мы их сами комбинируем, мы их сами составляем. И в этом случае, ну да, как подсказка, от чего оттолкнуться, почему нет? А кто нам запретит? Немножко покреативно. Ссылки только не давайте, пока не принято. И вот возвращаясь к нашему, к нашему видеозаписи телепередачи. Например, была телепередача, вот у нас есть видеозапись, мы знакомимся с видеозаписью. Сам экран, отсюда можно взять основное заглавие, посмотреть, как оно, соответствует ли оно, да, часть информации. Здесь может идти информация о ведущих, об авторах этого ролика, да, отсюда мы можем взять информацию. Время, вот общее время воспроизведения, оно приводится здесь, ну и, соответственно, пагинацию мы на сетке времени здесь, на линии времени тоже можем сделать какую-то отсечку, если ссылаемся на фрагмент. Какой канал? От Новгород ТВ. Вот здесь есть еще информация о ведущем. Ну, замечательно. Эфир от какого-то там числа года, мы тоже можем взять и показать, что был эфир от такого-то числа. Можно опускать, у нас уже есть достаточная информация для того, чтобы сделать ссылку и сделать описание на эту телепередачу. Вот мы всю информацию собрали с сайта, теперь мы делаем на нее описание и даем ссылки. Заглавие есть, в сведениях об ответственности мы пишем ведущая, и вот здесь мы через точку запятой написали организация. Кто? Это Новгородское областное телевидение. Вот, что это за телевидение, где это было снято. Ведущего мы отнесли сюда, а не поставили в заголовок, потому что ведущий может не быть автором. Она просто как спикер выступает. Может быть. Дальше мы пишем, откуда мы это взяли. Мы это взяли с сайта YouTube. Можно писать официальный канал Новгородского областного телевидения на сайте YouTube. общая продолжительность звучания, вот она у нас есть, воспроизведение, ссылка, дата обращения, и вот мы написали. Для видеороликов мы помним, что мы используем изображение электронное. Вот мы его написали, у нас все есть. Второй вариант. Вот. Мы можем написать вот так. Откуда мы это взяли? Это с официального канала на YouTube Новгородского областного телевидения. Да, второй вариант. И так, и так можно написать. И здесь мы уже используем просто время воспроизведения. Да, время воспроизведения. Вот мы другой формат как раз попробовали применить. Не общий. Мы пояснили, что это такое. Вот время воспроизведения всего у нас 5 минут, там 6 секунд. Здесь мы даем, оформляем как ссылку на конкретный фрагмент из этого сюжета. Не на весь целиком. Здесь у нас целиком. Если уберем тире, то у нас получится, можно сказать, первичная ссылка подстрочная. А здесь мы осылаемся на какой-то кусочек, который прозвучал во время этой передачи. У нас получается вот ссылка на составную часть ресурса, как на странице в журнале для статьи. Но немножко смущает, честно говоря, у нас вот эта вот часть меня. То есть мы рассматриваем этот сюжет как неотъемлемую часть вот этого сайта, то есть канала на YouTube. А действительно ли это так? Или та же самая ситуация, как с книгами из ЭБС. Она может рассматриваться как неотъемлемая часть самой электронной библиотечной системы, но она же еще существует как-то самостоятельно. Поэтому в разных ЭБС по-разному делают эти описания. Где-то вот так, а где-то может быть и вот такой вариант. Из него, кстати, вот из этого второго варианта легче делать описание на составную часть. То есть мы пишем, что... А тем более этот ролик может лежать не только на YouTube, он может лежать и на сайте самого телевидения, если у него есть свой сайт, он может быть представлен там. И, например, на сайте самого автора или там ведущего. Да, и мы берем оттуда. Соответственно, эти данные мы должны приводить здесь. Ну, мы можем сделать, например, вот так описание. Заглавие, ведущие здесь все остается у нас точно так же. Общее длительное звучание. А вот что мы смотрели, это с YouTube мы вынесли вот сюда. Доступ с канала Новгород ТВ на YouTube. И понятно, что откуда мы смотрели. И вот мы ограничения по доступу или условия доступности. Вот мы здесь указали, откуда мы сюда зашли. Или вот такой вот вариант у нас еще тоже может быть. На составную часть ресурса мы можем дать ссылку. Вот так. Время воспроизведения вот этого фрагмента из этой передачи. Ссылка. Куда смотреть. И пишем, что доступ с канала Новгород ТВ на YouTube. То есть мы можем с YouTube посмотреть. В примечании мы сюда это можем дописать. Тогда у нас вот мы не думаем про вот эти вот вещи. Да, еще один момент. Когда мы говорим о видеозаписях с YouTube. Ну, например, на той же самой, другая телепередача. Вот все данные мы отсюда берем. И название, и даты у нас есть. То есть дату мы тоже можем поставить. Дату публикации, дату, когда был создан этот ролик. Какой телеканал, название аккаунта есть. Но не забывайте, если есть вот такая кнопочка еще, и идет описание самого видеосюжета на YouTube. Смотрите еще само описание. Потому что вот здесь в тексте много-много всего было написано, но вдруг у нас появилось время, данные на ведущего, кто является ведущим. Здесь их в официальных данных не было, кто ведущий, не указано. А вот здесь он у нас в тексте появился. Поэтому не забывайте смотреть описание к видео или аудиосюжетам. И составная часть видеозаписи онлайн-конференции, например, взятая с YouTube, может выглядеть у нас вот так. Ровно так же Татьяна Шульская спрашивала про вебинар. На вебинар мы тоже, только здесь у нас будет запись вебинара. И посмотрите предыдущие ролики, там мы прямо записи вебинара разбирали. Предыдущие вебинары, записи наших вебинаров, там мы этот пример точно разбирали. А вот теперь посмотрите. Если у нас, например, ну сейчас в связи с проведением онлайн-конференции у нас очень часто возникают такие ситуации, когда мы ссылаемся на выступление кого-то. И вот приводится запись его дня конференции. Огромное количество докладчиков, огромное количество выступлений. И нам нужно сослаться на отдельный фрагмент видеозаписи доклада, выступления какого-то автора на онлайн-мероприятиях, на онлайн-конференции, например, научной или международной. Автор, заголовок, название его доклада. Вот здесь в сведениях, относящихся к заглавию, мы пишем, что это видеозапись доклада. Мы можем сделать вот так, через две косые черты. Это же составная часть общего ресурса. Помните, как мы делали статьи из сборника конференций? По аналогии мы можем и здесь выйти из этой ситуации. Здесь мы пишем запись видео, трансляция международной конференции, там онлайн-технологии, Москва, дата. В квадратные скобочки берем, потому что мы это сами сформулировали. Если написано где-то в описании к видеоролику, то это предписанный источник информации, мы можем без квадратных скобочек, а так ставим в квадратные скобочки, если мы это сформулировали сами. Все. Уже понятно, откуда это, из какого сборника видеодокладов это взято. Дальше мы пишем точно так же, как мы для статей. Помните, писали, связываем вот эту часть, составную часть описания ресурса до двух косых черточек со страницами, да где это расположено. Только вместо страниц у нас будет вот этот вот тайминг, промежуток времени. Вот мы открываем запись этого вебинарного дня, конференциального дня на восемь с лишним часов и спокойно отматываем до 10 минут, 43 секунды. Вот мы его отмотали и до 23 минут, 14 секунд мы слушаем эту запись и понимаем, на что ссылался наш автор. URL, дата обращения. Здесь можно дописать доступ с официального канала. Например, только на этом канале была расположена запись или там какой-то канал, официальный канал, YouTube-канал международной конференции или какого-то вуза. Вот это мы сюда дописываем. Но если есть какие-то ограничения по доступу к этой записи, например, требуется регистрация или только для участников конференции, или еще какие-то там платный доступ, или еще какие-то ограничения, помним, что вот это мы вот сюда в конце должны будем дописать. Ну и то, что это у нас виды содержания средств доступа, здесь мы просто не дописали. Мы помним, что мы можем это указывать, а в некоторых случаях для письменных работ мы это можем опускать для учебных письменных работ, не публикуемых. Для статьи мы это должны будем указать, а для письменных работ можно пройти. Поэтому у нас в примерах может быть, может не быть. Но если нужно, то это мы в конце обязательно, конечно, укажем. И мультимедийные подкасты, онлайн-курсы, интерактивные учебники. Еще один вопрос, с которым мы тоже сталкиваемся. С видео вроде бы. Светлана, можно так, можно так писать. Можно писать режим доступа, уж совсем-совсем по правилам, а можно писать доступ с... доступен из чего-то там. То есть здесь нет такой жесткой, совсем-совсем-совсем жесткой регламентации, какими фразами можно писать. Но можно указывать, да, если уж совсем по правилам, то пишем режим доступа и пишем из ЭБС такой-то, из этого. Опять же, мы говорим, для студенческих работ иногда вот эти вот слова допускается опустить, да, по-другому написать. А для публикации, конечно, мы будем писать режим доступа и все, как положено по правилам. Есть у нас мультимедийный подкаст. У нас есть аудио, есть презентация, есть текст. Этот пример мы тоже как-то с вами рассматривали. Составляются ровно так же. Заголовок, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию. Мы пишем, что это мультимедийный подкаст. Это мы взяли самого сайта. Разные, вот здесь мы можем написать, уже три у нас есть, мы можем написать, что это разные виды содержания, электронные, адрес сайта, URL, дата обращения, либо можем написать дата создания. Хотя дата публикации, она указывается для периодических изданий средств массовой информации, но для мультимедийного ресурса мы можем указать, например, вот так, дата создания, когда он был создан, этот ресурс. Если она указана в самом источнике, в самом описании или на главной странице, относящейся к этому подкасту, тогда, в принципе, можно заменить. Но общепринятое – это дата обращения. И вот так мы можем оформить ссылку. Здесь мы указываем дату обращения. И вот выбрали вот этот формат, вот мы его здесь и указываем. То есть как вариант можно, если она известна, если она указана. Как выглядит этот мультимедийный подкаст на самом сайте? Он выглядит вот так. У нас есть изображение, можно листать слайды, можно листать вот здесь прокруткой, здесь и текст представлен, и соответствующие ему картинки, и у нас еще есть звуковая дорожка. Мы можем ссылаться в новом проекте ГОСТа, об этом тоже сказано. Мы можем ссылаться на любой элемент вот такого подкаста. Мы можем сослаться на текст, мы можем на изображение, а можем и на звуковую дорожку. Разница будет только в том, что мы будем указывать вот здесь. Сейчас не туда пошла. Вот здесь. Вот эти части, все останется то же самое. Мы пишем мультимедийный подкаст. Ну вот пока, да, пока новых правил нет, новых как бы вариаций нет у нас, мы можем пользоваться таким простым способом. Только вот здесь мы даем ссылку, например, на шестой слайд. И мы уже либо на картинке открываем, либо в прокрутке открываем шестой слайд и смотрим, что там было написано или изображено. Либо мы можем сослаться на звуковую дорожку, можем написать время воспроизведения или время звучания и указать, да, вот здесь прокруткой, куда нам надо переместиться. Так, у меня открылось. Да, вот здесь. Куда нам надо переместиться? Нужный фрагмент. Посмотрели, послушали. Все. Ссылка работающая. Вот нам, здесь мы даем на составную часть ресурса можно сделать вот так, потому что, ну, чтобы не ссылаться на, две этих самых не ставить. Но, когда вы работаете с мультимедийными подкастами, обращайте внимание, разные сайты все равно придется поизучать, потому что вот это вот, это тот же самый сайт, это другой мультимедийный подкаст. Вот посмотрите, да, разница в интерфейсе. Здесь у нас вот так, а здесь у нас вот так. Вот мы перешли по ссылке. Например, такая ситуация тоже может быть. Мы переходим по этой ссылке. Вот здесь внизу, вот он, время у нас отображено. Вот конкретный слайд. И у нас сейчас как открытая страница, как бы книги или статьи, да, вот именно девятый слайд, это картинка, относящаяся к девятому слайду. И вот у нас указан здесь промежуток, где мы сейчас находимся, на 12 минуте, там, секундами. Если мы вот таким образом попадаем на ресурсы, нам надо сделать его описание или дать на него ссылку, то нам здесь тоже придется, как и в ситуации с блогом, попутешествовать по сайту, поизучать его. Во-первых, мы уходим в самое начало. Первый слайд, или здесь на прокрутке откручиваем звучание в самое начало. И вот мы попадаем на главную страницу. Вот у нас как бы титульная страничка получается. Вот название этого ресурса. Вот оно, да, этого источника. Есть автор. И дальше вот пошел текст. Немножко по-другому, да, устроен здесь. И вот аудиодорожка. В принципе, мы уже имеем достаточной информации для того, чтобы сделать описание или дать ссылку. Но когда вы работаете вот с такими, это ресурс открытого доступа. То есть любой может даже без регистрации зайти и эти подкасты слушать. Соответственно, любой, но там только регистрация, по-моему, требуется, может зарегистрироваться чисто формально, да, на этом сайте и создать свой подкаст. Так вот, стоит ли такие материалы брать в свои научные работы и как к этому относиться, если их приносят студенты, вот это лучше оговорить в методических рекомендациях тоже отдельным пунктом. Вот если мы с такой ситуацией сталкиваемся, можем ли мы этим воспользоваться? Ну, в принципе, да, но если вы сами пишете еще работу или статьи, то проконсультируйтесь со своим научным руководителем или уточните в издательстве. Почитайте внимательно их требования. Допустимо ли это? Кто угодно может создать вообще, насколько можно доверять этой информации, с тем, чтобы ее цитировать. Вот этот Салям Аль-Карадаги, это вообще кто? Таня, какой информации здесь больше нет. Насколько человек авторитетен, насколько он является экспертом? Здесь приходится провести расследование иногда по внешним источникам и по поисковым системам. Ну, если нас интересуют научные источники информации, вообще посмотрите, человек к науке-то какое-то отношение имеет или больше кокола научной деятельности. Ну вот на ResearchGate, да, кстати, серьезно, действительно, профессор, действительно, даже если в описании на самом подкасте написано, что является профессором того-то, того-то, сего-то, какие-то степени и заслуги и все прочее, проверьте, обязательно проверяйте. Вот на ResearchGate, да, информация об этом профессии действительно существует, даже фотографии его есть, публикованные работы есть, информация о нем, что о его месте работы и научных достижениях, то есть все-все-все. Самый простой способ открывать, если зарубежный автор ResearchGate, если наш, откройте Ринс, посмотрите хотя бы по Ринсу. Не все в ResearchGate могут быть. Что это за человек? Можем ли мы на него ссылаться? Ну и заодно, посмотрев здесь, вы можете выбрать какую-то, понятно, что подкаст создавался с какой-то купуляризаторской, может быть, целью. Может быть, здесь вы найдете среди действительно научных, опубликованных в журналах, индексируемых в Spokes или Web of Science, статьи, которые, на которые лучше бы сослаться в своей научной работе. Но как отправная точка, медиаресурс нам пригодился. Это маленькое отступление, просто обращайте на это внимание, это то, с чем мы можем столкнуться, работой вот с такими мультимедийными ресурсами и сервисами сейчас в интернете. Обязательно перепроверяйте. Еще не лишним будет зайти на главную страницу сайта, посмотреть информацию вообще, что это за ресурс, кто тут вообще размещается, какого рода информация. И вот здесь, например, ресурс, кстати, очень интересный, на нем можно интересные вещи создавать. Есть два способа, как зайти в один и тот же подкаст. Можно зайти, кликнув по картинке, и можно зайти, кликнув вот по такому значку мониторчик вот здесь есть. Не бойтесь тыкать везде, ничего вы не сломаете, просто вы увидите. Вот здесь, например, вот такую интересную вещь, которая потом в библиографических описаниях у нас может всплыть. Если мы, например, кликаем вот сюда по значку мониторчика, вот, решили мы этот ресурс посмотреть. У нас открывается уже знакомая вещь. Вот здесь описание, кстати, дается, из описания мы еще информацию и об авторе можем получить, и дополнительные какие-то сведения. Вот у нас здесь текст, и здесь также еще картинки слайдов не влезли в скриншот, но поверьте мне, они есть. Вот знакомая вещь, и тут же внизу идет аудиодорожка, и мы можем уже совершенно спокойно сделать описание, и удобно, мне, например, вот этим видом удобнее пользоваться в этом подкасте. А если мы зайдем, кликнув по картинке, то мы попадаем, вот как мы смотрели с нашим профессором шведским, с такой фамилией совсем не шведской, вот такое изображение. То есть аудиодорожка, картинка слайда и текст. Все, больше там ничего нет. Вся информация сидит вот здесь. Мы по-разному заходим, и адреса у нас будут по-разному проявляться. Поэтому, вот обращайте внимание, на некоторых ресурсах может быть еще вот такая штука. Разный интерфейс, если мы заходим по разными способами. И вот здесь, вот адреса у нас тоже, смотрите, они разные. В зависимости от того, что мы включим в свое описание или в ссылку, мы попадем на разные представления одной и той же информации. Поэтому смотрите, если это существенно, то тогда лучше проверить еще раз, чтобы ссылка была правильно указана. Про электронные курсы. Электронный курс можно рассматривать как электронную книгу, как электронный учебник, но без печатной версии. Это тоже мультимедийный ресурс, потому что здесь есть видео, здесь есть такая же распечатка текстов, здесь могут быть еще выложены презентации или аудио какие-то фрагменты, инфографики, тесты, интерактивности, интерактивные карты, таймлайны и все-все-все то богатство, которое мы сами изучаем для того, чтобы делать увлекательные вещи. Потом мы на эти вещи даем ссылку и думаем, а как же их описать. Здесь тот же самый прием действует. Из самого курса, с главной страницы. Чаще всего, если мы по ссылке попадаем на какой-то кусочек, на какой-то урок, то нужно уходить на главную страницу курса, на лендинг, и оттуда брать данные, например, об авторе. Заголовок. Кто автор курса? Ну и здесь применяются те же самые правила заголовка, как и для библиографических описаний наших остальных источников. Если автор один, два или три, первый в заголовок, в сведениях об ответственности указываем всех. Если четыре, всех четырех, а здесь под заглавием, и если у нас пять и более, то здесь мы указываем первых трех, и дальше там пишем и дыре, то есть те же самые правила. Для ссылок то же самое. Если у нас один, два, три автора, их заголовок выносим для ссылки, если больше, то тогда в сведениях об ответственности, а здесь указываем под заглавием. Все на основании обычных правил наших ГОСТов. Заглавие привели, как называется, курс, и вот здесь мы даем пояснение, что это мультимедийный электронный курс. Сведения об ответственности указали. Разные виды содержания вот сюда мы поставили. Наша любимая фраза – мультимедийный ресурс. Все, можем написать это слово и не мучиться. Первый вариант – мы даем описание на электронный курс как составную часть платформы онлайн-обучения, в данном случае Курсера. Вот мы его указали, что он существует на Курсере. Вспоминаем, посмотрите предыдущий вебинар, мы там разбирали примеры книги, электронные книги из ЭБС, когда книга рассматривается как составная часть этой ЭБС, и второй вариант – когда книга рассматривается как самостоятельно существующие единицы, существующий ресурс, но доступ, который мы получаем из этой ЭБС. Вот там разница, будет ли это составная часть, либо мы даем описание, как и во втором примере, на сам ресурс, сам основной курс, а он может лежать и в Новосибирском государственном университете, у них на сайте тоже. И так же, как книга печатная, она может лежать в одной библиотеке, в другой, в третьей, пятой, десятой. Но книга-то от этого не перестает быть собственностью только этой библиотеки. Мы просто доступ к ней получаем с разных сайтов, с разных ресурсов, и там могут быть разные условия. Поэтому мы можем делать либо вот так, либо вот так. Даем описание на курс целиком, указываем адрес, и вот здесь, кто у нас там про режим доступа? Светлана Суботина, да? Вот режим доступа, да? Написали. С платформой онлайн-обучения для зарегистрированных слушателей курса. Все, значит, нужно зарегистрироваться как слушателем курса на этой платформе, и только тогда мы сможем попасть на этот курс, на этот фрагмент, посмотреть его целиком или посмотреть какой-то фрагмент. Ссылка на электронный курс у нас может выглядеть в этом случае вот таким образом. Полная ссылка, то, что мы даем подтекстовые, например, да? Заглавие, заголовок заглавия, URL и режим доступа. То есть мы описываем, что он просто размещен, и доступ к нему можно получить вот отсюда. И описание видеоурока, например, а если мы ссылаемся на видеоурок из этого онлайн-курса? Мы можем сделать либо под общим заглавием онлайн-курса, да, можем сделать, а вот здесь даже точно так же можем просто взять за аналог, как мы описываем статьи, да, или главы из учебника. Ну, например, мы можем сделать вот так, сослаться на отдельную видео-лекцию, сделать на нее одноуровневое описание, да, как составной части ресурса, составной части курса. Вот мы пишем, автор у нас есть, название этого видеоролика, видео-лекции у нас есть, мы можем написать видеозапись, можем написать видео-лекцию, да. Изображение электронное, составная часть закончилась, а вот здесь мы даем уже основное заглавие всего электронного курса. И мы знаем, что вот это вот видеозапись, или видео-лекция, которая расположена вот в этом мультимедийном курсе, автором которого является, вот у нас Антон Уницин, такого-то университета. длительность записи этого курса, этого видеоролика, вот здесь мы можем ее тоже указать, или время воспроизведения написать словами. URL, дата обращения, и вот наше предупреждение, да, режим доступа для зарегистрированных. Слушайте, в конце мы привели все, все у нас есть. Совсем не страшно, берите за аналогию, да, мы можем воспользоваться вот теми аналогиями, которые у нас есть. Даже при описании мультимедийных ресурсов, то, что мы с вами вот в течение двух месяцев разбирали, знакомились и смотрели, вот эти правила описания и составления ссылок, они нам как раз вот здесь-то, они все и будут задействованы. Ссылка на электронный курс целиком, на видео-лекцию и отдельный фрагмент видео-урока. Вот три варианта соответственные. Здесь в качестве примеров я вам тоже на слайде привожу. Вот на весь курс мы можем вот так сделать ссылку, оформить ее. На видео-лекцию вот таким образом, видеозапись основы фотографии, это на всю видео-лекцию целиком. Посмотри видео-лекцию такую-то и сделай там домашнюю работу. Да, вот. А вот это на фрагмент из этой видео-лекции. Сказал что-то такое там наш ведущий автор. И мы на эти слова хотим сослаться. Или точно вот так же можно делать ссылки, например, на слайды, которые демонстрировались во время этой видео-лекции, но они не нумерованы. И потом вообще по видеоресурсам, когда пишут там карта 1 или карта 2, где ее искать? Это надо, хорошо здесь 5 минут, а если 5 часов 60 минут, да, 55 минут идет запись, где я там буду искать эту карту 1? Это надо мне все пересмотреть, чтобы ее найти. Поэтому если мы имеем дело с видеозаписями вебинаров, видео-лекцией, и ссылаемся на какую-то инфографику, рисунок, схему, который демонстрировал, доклад, видеозапись доклада, который демонстрировал выступающий, лучше указывать таймингом, да, вот этим вот временем, промежутком времени, то есть когда оно появилось и на что там, сколько ее надо смотреть. Так быстрее найти. Для видеозаписи вот это вот такой момент. Даже если нумерованный слайд, ну как вы его в видеоролике будете искать, все равно на ускоренный просмотр, прокрутку ставить. А это значительная экономика. Время и силы. И вот, да, как составная часть ресурса, как кусочек из книги, только у нас книга представлена немножко в другом виде. Еще один вид, с которым мы сейчас тоже начинаем сталкиваться, очень хорошо сталкиваться. Учебник с интерактивными тестами или мультимедийные учебники. Наверняка с этим сталкивались. Вот я нашла один пример в нашей ЭБС. Учебник с интерактивными тестами. Посмотрите, как дается описание, библиографическое описание этого источника. Здесь нигде про интерактивные тесты не сказано. То есть дается как на электронную книгу, текст электронный. У нее есть еще, кстати, и печатный вариант книги. И вот такой раздел только здесь включен. Тесты к изданию можно перейти, и мы можем выбрать какой-то режим тестирования и пройти эти тесты. То есть они интерактивные, они существуют. Значит, смотрите, когда мы сталкиваемся с такими источниками, опять же, потребуется изучение самого источника. Что это такое? Это тесты интерактивные. Здесь как? Приведем какой-то текст учебника, например, теория изложена какая-то. Даны контрольные вопросы. А тесты к нему вы должны пройти, вот перейдя по ссылке и так далее. Это один вариант, который может быть. В этом случае, опять же, мы о чем говорим? О мультимедийном ресурсе или о комбинированном? Вот мне кажется, что здесь ближе понятие комбинированного ресурса. Помните, как раньше у нас были? Учебник английского языка и два CD-диска. Учебник французского языка, печатный, и коробочка с кассетами для аудирования. Дополнительные материалы, дополнительные задания приведены на другом носителе информации. Вот в этом случае можно говорить о комбинированном ресурсе, и мы можем составлять описание на это издание, как на комбинированный ресурс. Здесь ситуация немножко другая. Вот даже откройте и посмотрите саму книгу. Читайте онлайн, открывайте и смотрите. Как выглядит этот учебник. Сам по себе учебник – это те же самые тесты. Вот здесь написано «Тесты, сборник, задачи, упражнения». Вот эти же задания, которые есть вот здесь, в текстовом формате, мы их можем открыть и прочитать с экрана, можем распечатать, раздать листочки и провести тестирование. А можем дать ссылку на эти интерактивные тесты, и наши ученики пройдут их в режиме онлайн, или в синхронном режиме, где-то воспользовавшись этой ссылкой. То есть это тот же самый текст, только в другом представлении, в другой форме. Поэтому можно пойти на такую хитрость. В данном случае, вот как здесь, просто дать ссылку на этот учебник, описание, как на электронное издание. Есть другие виды мультимедийных, но мультимедийным в полном смысле этого слова он здесь вряд ли будет. Это скорее комбинированный ресурс. Мне, по крайней мере, так кажется. Есть другие виды мультимедийных ресурсов. Сейчас я попробую вам их показать. Очень быстро мы время уже перебираем, но один учебник я вам все-таки попробую сейчас показать. Вот то, что действительно является мультимедийным ресурсом. Коллеги, напишите, пожалуйста, видите ли, огонечек зажгите, пожалуйста, видите ли вы мой экран, там, где написано «органическая химия». Ага, есть, отлично, все. Вот это в чистом виде мультимедийный учебник. То есть если в первом варианте у нас по вопросам описания проблем-то не возникнет, а вот это, смотрите, какая вообще обалденная вещь. Вот как выглядит сам учебник. Вот содержание, да, мы можем переходить, мы сами можем себе выстраивать траекторию изучения этого учебника. Вот текст картинки, вот мы листаем странички, вот инфографика, всплывающие подсказки. Вот отсюда мы можем идти вообще на другой сайт. Вот, смотрите, мы переходим, и у нас, бац, уже совершенно другой сайт, на который здесь дается ссылка, открывается. Видеофрагменты вставленные, вот они и есть, можно посмотреть. Вот у нас есть тут какие-то открываются вот такие вот штуки. Есть вообще встроенная анимация, вот управляемая анимация. Вот мы знакомимся с углеродными цепями, да, мы сами можем управлять этой анимацией. Вот она мультик показывает, как они называются. Вот-вот. Оп, и все закрывается. Только не забывайте их закрывать, они сами не закрываются. То есть смотрите, какая вообще, вот показать, да, вот какие-то инфографики, отсылки на другие ресурсы подключены. Вот здесь вообще какой-то у нас таймлайн есть. Да, дополнительная информация вот так выстроена. То есть это целая система, такая экосистема. Вот это уже мультимедийный учебник, и на него нужно давать ссылки тоже, когда мы на него ссылаемся. Каким образом? Вот ровно так же можно взять за аналогию, как мы это делали с электронными курсами. Но там мы будем указывать, естественно, авторов учебника. Мы берем за главные страницы эти данные. Конечно, количества страниц у нас не будет, и ГОСТом это разрешается, если невозможно установить этот объем. Там один файл, 135 файлов, сколько мегабит. С локальными ресурсами мы это можем сделать. Здесь вот как? Опускаем. Спокойно опускаем эту область. Или там подсчет по условным страницам. На экран страницы тоже по-разному могут выводиться. Если вот там перелистывание страниц и есть нумерация, мы еще можем как-то сориентироваться. Если ее нет, спокойно опускаем. Еще один. И тогда у нас вот этот мультимедийный учебник становится больше похож на электронный курс. Мы открыли этот учебник, и мы сами можем там, как в электронном курсе, заниматься. Поэтому за образец мы можем взять вот как здесь. Но правила приведения данных в заголовке, в основном заглавии, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, мы берем по нашим ГОСТам. Если для описания, то по ГОСТу 2018, если для ссылки, то в первую очередь смотрим ГОСТ 2008. Вот как те основные правила применяем только к новому виду ресурсов. Ну и вот у нас будет только вот время звучания или время воспроизведения. Дополнительными элементами у нас здесь будут присутствовать. Про посты и комментарии социальных сетей. Четвертый вопрос. Вот смотрите, на самом деле медиаресурсы звучит страшно, нет образца в ГОСТе, а на самом деле сделать их можно. Если вот все основные правила и приемы, которые мы уже знаем, применить и использовать вот те рекомендации, которые в самих ГОСТах приводятся. И даже в проекте ГОСТ какую-то полезность мы для себя можем взять. Кстати, вот в новом проекте ГОСТа будут и описания, и ссылки на посты и комментарии из социальных сетей. Уже оговорены и уже, надеюсь, их включат, но, может быть, немножко упростят. Сложная система. В данном случае посты и сообщения в социальных сетях рассматриваются как интегрируемый электронный документ. Посты, комментарии, реплики и прочее. Основным заглавием в этом случае могут являться первые слова текста, которые появляются на титульной панели. То есть мы открываем, и вот у нас что появилось. Первые слова сообщения или поста мы их можем уже делать в качестве основного заглавия. Но там рекомендуется брать еще в квадратные скобочки. То есть мы их сами. А для ссылок мы можем и без квадратных скобочков приводить, они уже есть в тексте. Дальше мы пишем в сведениях, относящихся к заглавию, что это такое. Вот один вариант описания. Что это под заглавием делаем описание. Что это новости от участника такого-то. и откуда это взято. Делаем как на составную часть ресурса. Это вот из такой-то группы. Это пост. Новость размещена постом. Отдельным сообщением. И пишем название, например. Можем написать вот так. Название группы. Поясняем, что это группа в Facebook. Дата публикации поста вот отсюда берем. И имя для заголовка берем отсюда. Допускается при использовании, если невозможно установить имя, а вот здесь у нас идет под ником, их указывать в заголовке. Приводить вот так, как оно приведено. Ссылка, дата обращения, текст электронный. Все. Совсем не страшно. Либо мы можем сделать под заголовком. Вот мы вынесли никнейм в заголовок. Но опять же, насколько это уместно, например, в научных работах делать. Но никнеймы могут быть и... Или имя автора может быть приведено по полной форме, фамилии, имя, отчество. И точно так же заглавие. Основное заглавие. Первые слова. Пояснение, что это такое, что это размещенная новость от участника группы или пост от участника группы. Это вопрос, сообщение. Данные о самой группе, дата. Время можно приводить, можно не приводить. Ну, лучше приводить на них. Удобнее ссылку делать и искать удобнее. Особенно, если сообщений очень много идет. Адрес, дата обращения, режим доступа. Опять же, вот здесь мы, например, можем дописать, если только группа закрытая, только для участников данной группы. Для участников закрытой группы на Фейсбуке. Если свободный, кто угодно может увидеть. Вообще ничего не пишем, режим доступа у нас не будет. Будет просто текст электронных. Еще один. На комментарии, как это можно давать. Да, вот еще один пример я вам приведу. Пост из самого Фейсбука. Да, вот здесь у нас уже есть возможность установить никнейм. Полностью приведены все данные. Вот мы можем уже спокойно заголовок вполне приличный написать. Также название. Здесь мы можем написать. Это было не новость, это было созданное мероприятие. Ну, тоже по-разному можно написать. Пост или новость, или мероприятие. Ну, как указано было здесь мероприятие. Так и напишем. От администратора группы. Или можно написать, так, от администратора группы. Мероприятие от администратора группы. Дальше сведения о группе. Дата. Обратите внимание, здесь мы время не написали, но можно написать. И URL. Вот когда мы даем ссылку на комментарии, мы тоже можем сослаться. Но вот здесь уже лучше приводить, откуда брать этот URL. Вот отсюда. Вот, например, у нас есть комментарий. Некий. И мы к нему ссылаемся. Откуда, как приводить ссылку. Если вы возьмете из адресной строки, он вам приведет ссылку на саму группу. Пойдешь, найди этот комментарий в посте, который был 4 месяца назад. Каждый день огромное количество сообщений идет. Запутаемся, не найдем. Тем более, комментарий. Вот здесь, смотрите, под каждым комментарием указано, когда он размещен. Дата и время его размещения. Она будет увеличиваться. Например, вот было 2 дня назад, а сейчас там может быть уже 3 дня назад, 4, через 2 недели будет дата стоять, когда был размещен этот комментарий. Вот отсюда берите ссылку. Вот отсюда. Не из адресной строки, а вот отсюда, от даты размещения правой клавиши мыши. Копируем. И у нас получается вот такая агромендная ссылка. Как сделать ссылку, например, на какой-то комментарий. Автор у нас есть комментария. Первые слова, комментария мы берем в заглавие. Указываем, когда он был размещен. Можно указать, как комментарии к посту вот сюда. Мы указываем, что это такое. Это комментарии к посту вот такому-то. Посмотрели название поста. В какой группе. И в примечании вот сюда мы это можем указать, что это комментарии, дать пояснение. И дальше сделать под заглавием. И вот эти пояснения не в сведения, относящиеся к заглавию, а вынести в примечание. Потому что у нас здесь много всего. Дальше URL. Дата обращения. И режим доступа, например, требуется авторизация на Facebook. Или только для участников данной группы. И текст электронный. Можем сделать как составную часть. Вот здесь мы дали одноуровневое описание, как на самостоятельную единицу на комментарии. А можем сделать на комментарии как составную часть поста. Точно так же пишем заглавие. Вот здесь мы можем написать уже в сведения, относящиеся к заглавию, что это комментарии к посту. Текст электронный. Две косые черты. И вот здесь мы даем сведения на сам пост. Что это такое. И пояснение, что это пост от администратора группы, размещенный вот тогда-то. Как на кусочек из книги, на статью из сборника. Вот точно так же мы по такому же принципу можем это сделать. URL, дата обращения, режим доступа. Требуется авторизация на Facebook. Все. Про сокращение ссылок. Помните, у нас какая ссылка получилась громадная на этот комментарий. Как давать сокращение ссылок? Не забывайте сокращать в этом случае ссылки. Это можно делать. Иногда даже требуют это делать. Но вот в этом случае мы оставляем ее гиперссылкой. Чтобы иметь возможность по ней перейти. Если вы будете убирать вот это вот подчеркивание и приводить как в гости. То есть убирать ссылку, удалить ссылку, а останется просто текстом, вот как у нас было в наших примерах, вот здесь, да, вот мы удалили гиперссылку. Оно проведено просто текстом. Мы по ней перейти не сможем на сам комментарий или к самому ресурсу. В гостах очень часто именно вот такой пример приводится, но в требованиях научных изданий и, например, подготовка каких-то материалов для разработки онлайн-курсов, либо когда мы пишем ссылки в рабочей программе дисциплины. Иногда просят оставлять гиперссылки, потом можно будет убрать, но оставлять гиперссылки, чтобы можно было проверить. Поэтому, например, пока идет работа над ВКР или магистрской работой, студенческой, курсовой, пусть оставляют гиперссылки. В конце можете принять решение, например, что все гиперссылки убрать из текста. А можно не мучить, пусть остаются гиперссылки. Это не настолько страшная вещь. Но зато всегда можно проверить. Как сократить эту ссылку? Если мы возьмем и вот так вот все просто откусим, да, и оставим такую коротенькую красивую ссылку, то она у нас работать не будет. Откусывать нельзя. Меняется адрес, и мы уходим совсем по другому пути, приходим совсем не туда. Помните, как у нас в мультимедийных подкастах, да, вот если откусить кусочек, у нас совершенно другое покажет на экране. Здесь та же самая история. Сокращателями ссылок тоже, пожалуйста, особо не пользуйтесь. Они могут выдавать очень некрасивые вещи, они постоянно слетают. В самом Word, например, где мы работаем, есть такая возможность. Мы можем сделать короткую ссылку, но вполне корректную, ведущую куда надо. Да, вот сюда вставляем вот этот длиннющий-длиннющий адрес, а вот сюда мы записываем тот текст на, вот коротенькую, например, от кусочек от нашей ссылки, и ссылка остается и ведет куда надо. Как это сделать? В Word посмотрите. У нас там эти возможности есть, функционал прописан. Если будет вопрос, напишите, я вам покажу. У нас даже, по-моему, ролик где-то был на эту тему, как это сделать. Делается очень быстро, просто не забывать пользоваться Word. Ну и про электронное письмо. На него тоже можно давать ссылки и оформлять схемы описания. И пример, как это делается. Описание у нас здесь есть. Ссылкой тоже самое, мы только убираем тире. Но обратите внимание, что на электронные письма ссылки и описания возможны только в случае, если мы можем обеспечить доступ к письму третьих лиц. по согласованию, с разрешения, как угодно. Но если человек захочет посмотреть со стороны это письмо или воспользоваться этой ссылкой, то должен быть, он должен знать, кому обращаться, чтобы получить это разрешение или согласование. Но такая возможность должна быть. Это не опубликованный документ, это особая разновидность, но имейте в виду, стоит ли включать иногда, например, в своей статье, если доступ к нему нельзя. Ну и опять же, не забывайте про согласие всех сторон, участвующих в переписке, если вы где-то это собираетесь цитировать. Да, или давать на него ссылку. Потому что это все-таки, ну, такая личная часть, даже если это и деловое письмо. То же самое, коллеги с комментариями. Имейте в виду, ну, сами знаете, как сейчас общение в социальных сетях иногда проходит очень активно и бурно. Поэтому очень осторожно с этими цитатами и ссылками. Ну вот, коллеги, мы и добрались до конца. Сегодня у нас...